Всем привет! По многочисленным просьбам зрителей, решил снять видео о том, как нужно подрезать пружину для магазина. Что мы делаем в первую очередь? В первую очередь мы снаряжаем магазин полностью с родной пружиной, то есть не с родной смысле, с новой пружиной, не обрезанной, столько, сколько влезет, для того, чтобы пружина немножко осела. Оставляем в таком виде, ну, минимум дня на три, то есть для того, чтобы пружина в достаточной мере приобрела, скажем так, рабочее состояние, то есть то, как она будет в дальнейшем работать. Естественно, для снаряжения используем фальшпатрон. После этого разряжаем оружие, разбираем, вынимаем пружину. Итак, ружье разряжено, снята крышка удлинителя магазина. Тут надо понимать следующее. Если вы используете магазин так, как я, с увеличенной крышкой, то при расчете длины пружины, которая у вас торчит из магазина, нужно учитывать ее длину. Если у вас крышка не удлиняющая, а обычная, то делаем примерно следующим образом. Если у вас пружина Нордик, а я рекомендую только нордиковские пружины, потому что они, на самом деле, ну, вне конкуренции, скажем так. То есть ближайшая к ней по характеристикам, она, скажем так, далека. Делаем следующее. Мы берем, оставляем пружину в магазине, на всю длину. Отмеряем 30 сантиметров, то есть если у вас магазин заканчивается маленькой крышкой. 30 сантиметров, остальное обрезаем. Если у вас крышка удлиняющая, то добавляем еще, ну, в длину крышки. В моем случае это 7 сантиметров. То есть 37. 37. Остальное обкусывание. Стоять. Проверка. Четко. 37 сантиметров. Такая обрезка, она, скажем так, грубая. То есть в любом случае вам вот этот кусочек, который вы обрезали, он бы, ну, только мешал. Что делаете дальше? После этого начинаете, собираете оружие, последний патрон вставляете и смотрите, как он у вас подается на лоток. Там, из 50 раз он должен подаваться 50. После этого обрезаете еще виточек. И вот ровно в тот момент, когда у вас перестает подаваться последний патрон, это означает все. То есть, как бы, пружина испорчена. И вам требуется она в более длинном варианте. Берете вторую пружину, точно такую же, нордиковскую. Оставляете на два витка больше, обрезаете. Вуаля! У вас оптимальный вариант пружины. Да, при таком способе вам придется запороть одну пружину, но с этим ничего не поделать. Как бы таковаться на, скажем так, оптимального выбора. Зато это делается за один присест, без долгих мучений, каких-то проб и ошибок. Итак, у меня пружина подрезана. Как проверяем подачу? Заряжаем один патрон. Ружье ставим по направлению в пол. Подача идет. Патрон до конца проходит. Значит, все хорошо. Всем спасибо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok